Минуточку оказывается помощь. Общественное место. Я к вам домой не имею права заходить. Не путайте. Божий дар с яичницей. По-божески не пускают. Лечебное учреждение, где зарплата медиков уже два месяца едва дотягивает домрод. Человек, вставший грудью у двери, представиться отказался. Вот туда зайдете, я вам покажу и представлю. Все. Вот туда, если зайдете. Так вы меня не пускаете. А у вас оснований нет. Приехала полиция. Препятствовать журналистской работе не стали. Но внутрь пробиваться и не понадобилось. Сотрудники, которые работали в мае в разы больше, а получили минимум, вышли с возмущением к журналистам. В два, в два с половиной раза. В три раза. Вот у кого-то в три и более. В получении 14 с половиной тысячи. Врачи, которые отработали, выполнив нагрузку в четыре ставки, получили 14 с половиной тысячи. Сначала думали, какая это ошибка. Спросили в бухгалтерии, почему. Ответ, цитата, стыдно врачам спрашивать о зарплате. Нам не то, что не хватит пожить. Это, я не знаю, как содержать двоих детей, как платить ипотеку, как платить кредиты. Мы все люди, мы все кушать хотим. Я как своим детям объясню, что у меня нет денег. Это просто унизительно, конечно. Унижение, мы никогда такого не испытывали. Никогда. Здесь 15 лет работаю, никогда такого не было. Вы нас так унижали. Руководство, по словам медиков, отправило их читать трудовой договор, который, кстати, изменили с приходом нового главврача Оксаны Лексенковой. Люди попытались вникнуть, но так и не поняли логики. Работай больше, получай меньше. И признаются так же, как это недавно сделали и ортопеды Центра материнства и детства в своей юридической безграмотности. Мы просим пересчитать наши заработные платы за май. И также мы просим пересмотреть наши трудовые договоры, чтобы оплата наших переработок перестала быть необязательной выплатой, которую бухгалтерия может удерживать постфактум. Связаться с главным врачом Центра сегодня не удалось. Зато известны ее позиции из неофициального разговора. Униженные медики передали аудиозапись с недавной встречи с руководством. Ну а вы как мне прикажете, а я деньги где должна взять, если вы их не заработаете? Извините. Министерство. Да что вы! Да, ну идите, мы можете вот сюда, куда сумму денег попросить. Вот смотрите, мы... Как сообщили сайту ТОЛ, в Краевом Минздраве уже провели проверку по выплатам. Нарушений не выявлено. Из-за того, что в регионе временно приостановлено оказание плановой помощи, в подобной ситуации оказался не только диагностический центр, но и другие медицинские организации. Медики диагностического центра в отчаянии, они говорят, что если и дальше продолжат получать такую зарплату, то им не останется никакого выбора, как привезти сюда своих детей и посадить, чтобы хоть как-то пристыдить руководство диагностического центра. Врачи уже написали жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию края. Схемой начисления зарплат занялись исследователи. Сотрудники центра требуют не больше, чем честно заработанного. И закрывают глаза, что не получают доплату за риск. А в их учреждения регулярно привозят потенциально зараженных ковид-пациентов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.